Всем привет! Сегодня у нас будет видеоролик по изготовлению оконных фильтров или москитных сеток. Мы покажем на своем маленьком производстве, как это делаем мы и расскажем весь процесс до мелочей. Итак, друзья, первый шаг, что нам нужно сделать для того, чтобы правильно смонтировать сетку, это замерить световой проем. Меряем мы по внутреннему размеру от резинки до резинки. Меряем желательно в трех местах, то есть снизу, по центру и с самого верху. Вот этот расцвет. Точно так же делаем и по вертикали. С одной стороны, по центру и с самого верху. Это делается для того, что окна иногда бывают установлены неправильно и в момент монтажа монтажники могут одну из частей притянуть. Окно будет у нас расперто, соответственно размеры будут отличаться. Мы берем размер самый узкий, то есть самый узкий размер, себе записываем и это будет обороной точкой для профиля. Расчеты будем проводить для профиля наружного, вот для такого. Он идет 23 миллиметра ширина и 8 миллиметров высота его. Первое, что нужно делать, это сделать разметку на профиле. У нас сейчас нужно отпилить от 6-метровой палки метр двадцать пять. Вот, и покажи. Мы метр двадцать пять по рулетке отмеряем. Ставим себе такую полосочку. И дальше идем мы пилить. Итак, друзья, пользуемся защитными очками, потому что на любой пиле, мы пилим, кстати, на торцовой пиле, у нас Макита, одна из топовых линейки. Не обязательно может быть такая, может быть немного проще, но из любой пилы, не обязательно в топовый линейк, будет вылетать стружка мелкая, которая, не дай бог, может к вам попасть в глаз, так что обязательно пользуемся, всегда пользуемся защитными очками, поверьте моему опыту. Вот, и так дальше. Располагаем профиль. Вот, и независимо от того, есть у вас лазерное торцовое пиле, которое вам будет показывать метр, либо нету, всегда проверяем. То есть опускаем пилу и смотрим, куда будут попадать наши зубья. Вот, видим, да, вот наша полосочка и куда будут попадать зубчики, когда будут резать. Вот, всегда режем до диска, то есть метку располагаем до диска. Почему так? Потому что если порежем строго по метке, то диск, толщина диска 4 мм, съест вам расстояние и будет очень большая у вас погрешность. Поэтому всегда располагаем метку до самого диска. И начинаем резать. Когда отрезали, вот такая мелкая бывает, это заусенчик, он легко снимается. Вот, всегда переворачивайте профиль и стряхивайте, там внутри очень много пилок. Вот, смотрите. Вот, видите, сколько? Это все мусор, который будет у вас находиться в сетке каждый раз после того, как спилите, стряхивайте профиль. Каждый раз, когда вы отрезаете профиль уже у вас готовый, ну, отрезанные заготовки, у нас вот здесь есть прямой угол, да, вот по всему столу у нас идет. Укладываем профиль и проверяем его ровность, то есть у вас должно все четко совпадать, то есть планочки должны быть равны. И вот, смотрите, еще, сейчас прокурсируем. Вот, видите, у нас вот это вот резанный край, вот это край заводской, вот он прокрашен. Вот, когда торцовая пила хорошая, то вам не нужно будет дорабатывать вот этот вот торец, то есть она вам отрежет всегда четко, с любой стороны. Когда вы режете профиль, да, у вас по всей длине профиль должен ровненько лежать. Если он у вас будет лежать под углом, ну, то есть под каким-то небольшим даже вот подъемчиком, то, соответственно, у вас торца, вот с этого, да, торца, у вас тоже порежет профиль как-то вот пила, скажем, вот так, вот так, вот такой вот кривой. Соответственно, при сборке будут у вас проблемы, вот, то есть ровненько по горизонтали, по вертикали, чтобы все было в плоскости, тогда будут ровно отрезать. Также есть у профилей уголочки, да, их несколько видов. Мы пользуемся вот компанией ВСН, да, вот это ВСНский профиль. Вот, он внутренний, это еще нормально, когда вот есть такое вот крыло. Вот, если профиль будет наружный, вот с таким крылом, то будет проблема, потому что со временем в ультрафиолетии это у нас все будет рассыпаться. Мы уже, в свою очередь, используем вот такой вот профиль, уголок, вот такой уголок используем, который толстый. Итак, друзья, когда мы убедились все четко, что у нас по размеру, приступаем к сборке. Я рекомендую собирать из моего опыта, начиная с коротких частей, вот, потому что когда у вас в короткие части ставятся уголочки, будет потом проще вставить в вертикальный. Что делаем? Вот у нас тут идет паз для шнура, да, и он повторяется уже на профиле. Вот, берем сюда, вставляем, вот, где-то он плотно будет вставляться, где-то, ну, не очень плотно, да, то есть, когда будет слишком плотно, то есть у нас молоток такой, который можно подключать. Собираем одну часть, вот, то же самое проделаем со второй частью. Короткие части готовы, дальше берем наши длинные вертикальные пайки, ставим на пол и, как я уже говорю, так будет намного проще собирать. Где не хватает, можно подбить. Переворачиваем. И то же самое делаем. Все, друзья, наша рамка готова. И нагреваем. Вот, рамка наша готова. Есть еще один момент у нас. Иди сюда. Если посмотреть на рамку, да, она у нас, ну, вот эти вот палочки вертикально, кажется, что все ровненько, но по факту может быть так, что профиль хранился неправильно и будут вот такие вот, ну, вот так вот выгнута рамочка. Вот, это очень плохо, потому что у вас будет очень большая погрешность по центру, и еще, когда вы полтно будете затягивать, оно начнет стягивать вам эту рамку по центру. Для этого многие ставят импост, и это правильно, вот, но иногда клиенты просят, чтобы было без него. Сейчас покажу, что мы для этого делаем. Вот, мы проверяем, вот по всей длине смотрим. Вот, то есть, кидаем глазом вот отсюда и по всей длине просматриваем, чтобы определить, в какую сторону у нас выгнут профиль. Вот, даже если профиль у нас прямой, нам все равно нужно его чуть-чуть подогнуть вот в эту вот сторону. Для этого нужно какой-то уголок, у нас это стол, вот, и легкими движениями надавливаем постепенно, проводя рамочку в сторону. Тем самым мы добиваемся равномерного такого, как бы, мостика, вот, на профиль. И вот сейчас, если мы кинем взглядом, он слабенький, буквально нам надо где-то до сантиметра, чтобы был выгиб. Вот, такая небольшая дуга по центру. И вот теперь, смотрите, вот, когда мы посмотрим, видите, вот, как у меня идет вот дуга. Так, вот, и вот по центру она таким мостиком. Для чего это делается? Чтобы, когда вы не ставите импост, начнете затягивать полотно, оно у вас этот центр подтянет. И у вас тогда четко станет в одну линию вот эта вот рамка, то есть вот этот вот богорочек, он у вас стянется. Если будет небольшая погрешность, там, 2-3 миллиметра, то ничего страшного, он может быть как, наоборот, выгнут, так и вогнут. То есть вот этой ширины профиля его хватит, чтобы перекрыть оконный проек. Вот, видим, как мы выгнали. Конечно, важно, чтобы у вас была подготовлена рабочая поверхность. Вот, стол. Мы здесь здесь сделаем такие накладки, которые выдают нам 90 градусов. Вот, укладываем сюда рамку. Я начинаю катать всегда с короткой стороны, либо с длинной, но по центру. Вот. Рамку укладываем, она вот зафиксирована. Достаем шнур, да. У вас все должно быть под рукой. Лишнее есть, и нужно убрать. Зафиксируем шнур, и вот наше само полосо. Его раскатываем. Так, для удобства могут быть еще... У нас есть вот такие вот зажимы. Нахлёст оставляем буквально по... По краю профиля. Вот край профиль. И сразу же можно зажимом фиксировать. Фиксируем здесь. Фиксируем обычно по центру. Это действие, опять же, не обязательно. Это я так делаю. Можно не фиксировать. Просто если не фиксировать, то одному немножко сложновато получается в сборке. Вот. Все, мы зафиксировали. Сделали небольшой нахлёст. Зафиксировали здесь полотно. Да, вот я в трех местах фиксирую. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать лишние складки. Я начну с этой части закатывать полотно, да. А, кстати, у нас еще есть вот такая вот ручка силиконовая. Она вставляется вот оттуда, с обратной стороны. Вот сюда вот фаз, да. Вот в фаз мы ее вставляем. Вот. И дальше на полотно мне шнуром фиксируется здесь. Ее можно в любое место двигать, куда вам удобно. Она для удобства монтажа только и съема. Когда фильтра будем устанавливать. Вот. И обязательно фильтр гладким наружу, шершавым вовнутрь квартиры. Вот так это все выглядит. Полотно я пока не обрезаю. То есть закатываю угол. И тогда только буду уже видеть и смогу обрезать нужное количество. Потому что когда мы начнем его закатывать, начнет стягивать нас оттуда, начнет выходить полотно. Так что пока не обрезаем. Итак, друзья, сейчас я начну катать сетку с угла. Но обычно начинаю катать с центра. Либо вот отсюда, либо вот оттуда. Вот. Это дело для того, чтобы полотно с равномерно выходило. Ну давайте. Давайте начнем вместе. Кстати, у нас есть ролик специальный, да. Он имеет кровь и спешит. Есть у нас вот такой, и есть у нас немножко другой формы. Вот такой. Они отличаются. Если кому-то интересно, будет объясню потом. Они, короче, разные функции выполняют. Немножко по разным профилям. Вот. Берем ролик. Вставляем. И когда вы уже начали катать, уже один из этих зажимов можно убирать. Он уже не нужен. И когда мы катаем, я вот так вот провожу, распрямляю немножко само полотно. Кстати, еще где ручка, лучше шнур попробовать вмять туда немножко руками. Вот. И потом подкатать. Потому что если сразу начнете катать его, то он немножко там, короче, деформируется. Все, так идеально получается сразу. Вот. И вот тут рукой так вдоль. Можно что-то сюда же. Вот. Расправляем. И погнали катаем. Сеточку. Как только дошли, все. Фиксатор убираем. Он нам не нужен. Вот. Начинаю закатывать. И этим пальчиком я придержу, как бы, чуть-чуть подтягиваю здесь полотно. Когда начинают образовываться вот такие вот складки, да, лучше шнур немножко достать. И здесь этой рукой мы растягиваем, а здесь закатываем стоп. Придержим. Все. Как только мы дошли до угла, здесь у нас где-то получилось что-то коряво, но ничего страшного. Мы об этом все дело поправим. Сейчас мы можем обрезать лишнее полотно, чтобы оно нам не мешало. Для экономии материала можно сразу обрезать по резинке, но я обычно этот сантиметр нахлёст все-таки оставляю, потому что иногда полотно мы начинаем там немножко переставлять в момент закатки. Так что отрежу, как и положено по профилю. Когда вы закатывать полотно будете, у вас будут появляться вот такие вот складки. Это очень плохо. Для этого мы, вот видим здесь даже, убираем шнур, да, то есть назад его выпускаем и пытаемся расправить вот так вот рукой полотно в момент того, когда будем закатывать. Отпускаем до того момента, где у нас образовалась складка, то есть я буду отпускать вот аж до сюда. Итак, смотрите, вот мы закатали уже фильтр, да, вот он тут везде натянут хорошо. Вот, и вот это место, где мы центруем, да, вот здесь образовалась складочка. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас достанем здесь шнур, вот, и расправим эту складочку, то есть выкинем чуть-чуть полотно сюда. Итак, все, мы полотно закатали, убедились, что нигде у нас нету здесь больших складочек. Небольшие наплывы не могут быть, это будет служить деформацией, то есть у полотна вообще должен быть свободный ход, оно не должно быть максимально сильно натянута. Вот, убедились, что везде по периметру все у нас четко, тогда можно уже будет обрезать вот эту резинку. Вот, и дальше резиночку закатываю. Все, у нас хорошо. Теперь располагаем наш фильтр, в наши упоры, и нам нужно убедиться, что все у нас хорошо. У нас везде 90 градусов, да, и что, ну, что полотна никуда у нас не протянула. И что по размерам у нас все четко совпадает. То есть у нас вот этот размер нижний, да, он у нас 123,3, можно примерно совпасть вот с этим размером. Здесь у нас 122,7, то есть у нас получится 6 мм погрешность, то есть у нас на 6 мм это стелло. Это еще в допуске, это норма, это нормально, у нас все равно вот эта вот рамка будет перекрывать нашу раму. То есть у нас здесь есть хороший запас, поэтому я ничего переделать не буду, а оставлю. То есть у нас здесь чуть-чуть шире будет, чем по центру. Можно, конечно, вытянуть полотно, чуть-чуть ослабить и добиться, ну, прям, идеальной ровности. Но для этого мы используем этот профиль, что можно быть какая-то небольшая погрешность у нас. Итак, друзья, следующий шаг, нам нужно убрать вот это вот лишнее полотно. Вот, для этого берем обычный нож и вставляем под углом между резинкой и профилем и начинаем прорезать. Вот, а таким вот образом все это дело будет у нас убираться. Это все лишнее мусор. У нас два вида крепежа. Все это мы заказываем по индивидуальному заказу нам изготавливают. Это у нас ножки будут крутиться вот сюда, это нижний фиксатор будет на раму ставиться и боковые. Сейчас покажу. Крутим в нижнюю часть, вовнутрь как бы, вот, видно где у меня, да? Один и второй. С ножка готова. И, друзья, сейчас будем крутить боковой крепеж, да? Обычно делаем шаблон, то есть по шаблончику, чтобы было одинаково расстояние. Но в теории можно крутить и на глаз, потому что оно ни на что не влияет. Важно, чтобы он просто присутствовал и фиксировал вам. То есть вот продеваем саморезик и в краешек профиля, сантиметров 15 отверх. Вот, зафиксировали. И если у нас очень большое расстояние, то где-нибудь примерно чуть-чуть ниже центра самого тоже будем. Итак, друзья, вот наш нижний крепеж. Вот у нас два боковых с одной и другой стороны. Везде все четко. Шнур затянут, ничего лишнего у нас не висит. Все, фильтр наш готов. Отправляем на установку. Я надеюсь, информация была для вас полезной. Спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А мы дальше будем снимать еще больше годного контента. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok